Извержение вулканов происходит на планете постоянно. Ученые-климатологи начали изучать колебания климата за время существования человеческой расы. Оказывается, за последние две с половиной тысячи лет главной причиной роста и падения температур были именно извержения вулканов. Вулканы — это геологические образования коры Земли, где магма выходит на поверхность, образуя лаву, газы и вулканические бомбы. Это один из наиболее важных геологических процессов, происходящих на Земле. Без вулканизма на Земле не было бы ни равнин, ни гор, никаких других неровностей рельефа. Извержение вулканов — это главный источник попадания в атмосферу парниковых газов и мелких пвердых частиц. Все это сказывается на колебании климата. В результате наблюдается снижение глобальной температуры воздуха. Но все-таки надо иметь в виду, что только очень сильное извержение вулкана может повлиять на климат Земли. Суперизвержение было 74 тысячи лет назад. Это был вулкан Тоба во время последней ледниковой эпохи. Тогда, по разным оценкам, погибло до 80% всего живого на Земле. Такие крупные извержения могут влиять на жизнь человека на Земле, а вот более мелкие остаются практически незаметными в глобальном смысле. Любые климатические перестройки напрямую отражались на жизни людей. Например, серии извержений в 500-е годы нашей эры могли стать причиной чумы Юстиана в Византии. 80% всех действующих вулканов расположено в Тихоокеанском огненном кольце. К нему относятся и Камчатка, и Сахалин. Самый большой вулкан называется Ключевская сопка. Он самый большой не только в России, но и во всей Евразии. Вулканы несут в себе множество опасностей. Речь идет о выбросе огромного количества лавы, которая может стать причиной гибели людей. Кроме всем известной гибели Помпеи, есть версия, что часть народа майя фактически была уничтожена в 431 году нашей эры. Тогда извержение вулкана убило все живое в радиусе 40 километров. Еще существуют вулканы подводного типа. Когда они извергаются, они могут вызвать смертельные цунами, из-за которых гибнут люди. Несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются люди после извержения вулканов, есть и некоторые плюсы. Например, при выходе магмы образуются кимберлитовые трубки, в которых находят алмазы. В породах встречаются полудрагоценные камни и металлы, такие как золото, серебро и медь. Информация о вулканической деятельности тщательно собирается и анализируется учеными. На основе исследований климатологи смогут лучше прогнозировать, как вулканы будут влиять на жизнь человечества в 21 веке. Практически везде в мире существуют вулканы. Их деятельность очень опасна для человека и для всего живого. Поэтому ученые ведут мониторинг за просыпающимися вулканами, за активностью вулканов и уделяют им особое внимание. С вами был Павел Дикон и программа Евразия. Познаем вместе!